Здравствуйте дорогие товарищи, меня зовут Гнездилов Илья, сегодня мы вам представим новый выпуск периметра новостей. Объединение двух Алтаев пока не будет. На фоне отставки главы Республики Алтай Олега Харахордина и замены его на зампреда Сафеда и секретаря Генсовета Единой России Андрея Турчака усилили слухи об объединении двух субъектов РФ. Естественно, людям интересно, зачем федерального политика отправлять в один из депрессивных регионов. Все слухи о планах объединения Алтаев сразу начали развенчивать. Вначале это сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и следом губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который, по мнению некоторых СМИ, сам, возможно, уйдет в отставку. Заметим, что в апреле нынешнего года Валентина Матвиенко уже высказывалась в поддержку укропнения ряда регионов, но не назвала, какие нужно объединить. Укропнение регионов – это не самоцель, это вопросы эффективности нашей страны. Но не буду называть регионы, но, безусловно, есть такая группа регионов, которые, на мой взгляд, просто нуждаются в укропнении, в объединении. Слухи-то или нет, покажет время. Между тем, в аэропорту Горная Алтайска произошел конфликт руководителя Сбера Германа Грефа и таксистов. Грефа не устроил внешний вид водителей и то, что не таксует на территории, где, с его слов, он хозяин. Друзья мои, если еще раз соберетесь вот так, вас больше здесь не видит. Никого. А где угодно, не собирайтесь. Это первое. Второе. Хочешь здесь работать вот так, чтобы не было идет. Понятно тебе? Не слышу. Я собственник этого аэропорта. А ты кто? Кто? Ты кто? Ты кто? Фамилия. Фамилия твоя. Моя фамилия Гриф. Твоя фамилия. Твоя разница. Примечательно, что после опубличивания конфликта была запущена мощнейшая медиа-компания по объявлению главы Сбера. Депутаты-коммунисты провели встречу в Баево и Тюменцево. На прошедшей неделе депутат Госдумы, первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова и замруководителя фракции КПРФ Антон Арцебашев провели встречи в двух районах края. Жители Тюменцево обратились к коммунистам с наболевшей темой выплат врачам. Здесь заслуженных выплат ждут врачи психоневрологического диспансера. Выплаты, положенные большинству медиков, получают лишь врачи подведомственные Минздраву, а психоневрологический диспансер находится в ведении Минсоцзащиты. Получается, что про этих врачей чиновники попросту забыли. Дополнительно жители района обратили внимание депутатов на дорожный вопрос, а именно на часть региональной трассы Тюменцево-Баево, которую не ремонтировали уже более 10 лет, хотя ежеводно дорожный фонд края увеличивается в размерах. Тематикой здравоохранения также была пропитана встреча в Баево. Там жители жаловались на все те же низкие зарплаты сотрудников станции скорой медпомощи. К большому сожалению, власть продолжает свою оптимизаторскую политику в здравоохранении. А мы напомним, фракция КПРФ в Госдуме единственная не проголосовала за курирующих здравоохранения – вице-премьера Голикову и министра Мурашко. Коммунисты продолжают добиваться выплат работникам скорых. На предыдущей неделе прошла сессия Алтайского краевого взрослого собрания. На ней депутаты единогласно поддержали инициативу, подготовленную фракцией КПРФ и Комитетом по здравоохранению, с требованием к правительству России наконец-то решить проблему социальными выплатами работникам скорой помощи. В число получателей социальных выплат попали только медработники, работающие в центральных районных, районных участковых больницах, в остальных медицинских учреждениях, малых городов и сел. Социальные выплаты положены только медработникам, работающим в первичном звене. И действительно, самый стрессовый момент, когда повышение размера социальных выплат медицинским работникам в соответствии с указанным постановлением правительства не коснулось работников службы скорой медицинской помощи и младшего медицинского персонала. Что сегодня фактически произошло? В связи с желанием правительства сэкономить деньги произошла фривольная интерпретация поручения президента. Надеемся, в ближайшее время данная социальная несправедливость будет исправлена. Об этом и других решениях, рассмотренных на сессиях, вы можете ознакомиться в новом выпуске нашей программы «Фракция». Рубцовские чиновники обсчитались в 100 раз. В 2021 году рубцовские чиновники продали ряд муниципальных помещений. Помещения общей площади около 1400 квадратных метров были проданы частному медцентру всего за 270 тысяч рублей. В конечном счете они даже не использовались под медцентр, а были распроданы родственникам директора центра. Спустя три года на данную схему обратили внимание прокуратура и следком. Результатом прокурорской проверки выяснилось, что чиновники занизили цену в 100 раз с 206 миллионов до 270 тысяч рублей. На основании договора в купле-продаже помещения были переданы в собственность медицинского центра, а впоследствии проданы генеральным директором своим родственникам. В результате администрации города Рубцовска был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму более 26 миллионов рублей. По данному факту, следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Главного кодекса Российской Федерации. Это мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Трамвайная катастрофа в Кемерово. 6 июня в Кемерово произошла трагедия. У одного из городских трамваев на маршруте просто-напросто отказали тормоза. И он на полном ходу врезался во впереди идущий состав. В результате инцидента пострадало более 100 человек. Один человек погиб. За халатные отношения уже арестованы директор и мастер трамвайного предприятия. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, один пострадавший скончался. Встретимся мы с родственниками и, безусловно, окажем всю необходимую помощь. С остальными пострадавшими работа продолжается. Врачи оказывают необходимую помощь. Опасений за жизнь остальных пострадавших нет. Заметим, что по данным из открытых источников, износ трамваев в Кемерово уже превысил 90%. По сути своей, все трамваи в городе являются наследием СССР. Похожая ситуация с трамвайным парком обстоит и в Барнауле. Надеемся, что трагедия в Кемерово заставит власти российских городов наконец-то грамотно решать транспортные проблемы, а именно, повышать зарплаты работникам предприятий, систематически закупать новую технику и чинить трамвайные пути. Берию обманули мошенники. Очередной жертвой мошенников чуть не стал актер Владимир Щербаков. Он сыграл роль главного сталинского чекиста 22 раза. Мошенники развели киношного Берию на 150 тысяч рублей. Схема мошенников была достаточно стандартна. Телефонный звонок и предложение изменить статью об актере Википедии. Благо, актер Рана понял, что его разводят и принял все меры, чтобы не допустить дальнейшего списания средств. Критикуешь власть, значит ты иноагент. Московского депутата-коммуниста Павла Иванова признали иноагентом. Удивителен сам повод внесения его в список в преддверии выборов Мосгордуму. По мнению Минюста, Иванов якобы распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ в решениях и проводимой ими политике. Московский гурком КПРФ уже опубликовал на своих ресурсах обращение с осуждением данного решения. Также свой запрос о требовании исключить коммуниста из списка иноагентов направили депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Ябухов и Денис Парфенов. Считаем, подобные процедуры без суда и следствия являются удобным инструментом лишения конституционных прав, неугодных для власти политиков. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, социальные сети, следите за нашими новостями, до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok